Добро пожаловать на уроке Медитации.РФ. Я не знаю, как вы здесь оказались, чего искали, но я уверен, что те потребности, которые у вас есть, они могут быть реализованы здесь, при помощи этого видеопроекта. Сайт посвящен медитации, практике медитации. YouTube-канал тоже посвящен тому же самому практике медитации, только он чуть более такой разнообразный и подробный. На сайте выложены у нас курсы, которые помогают осваивать разные грани практики. И в этом видео я хочу поговорить о медитации. Медитация — это процесс, который происходит внутри вашего разума. И если вы видели, как люди медитируют, тело не шевелится вообще. То есть человек сидит, и он может час сидеть, и у него ни одна века не пошевелится. То есть тело абсолютно неподвижно. Но в разуме что-то происходит. В пласте своего воображения, в ещё более глубоких пластах разума человек совершает некоторый труд. Он трудится, он трансформирует себя. И подобно тому, как ум является причинной сущностью для тела, также внутри ума более глубинные слои ума, они являются причинной сущностью для более поверхностных слоёв. Да, понимаете, да, что значит причинная сущность? Причинная сущность значит, если в разуме есть какое-то загрязнение, есть какая-то боль, есть какое-то страдание. Это страдание и боль, они в конце концов вылезут на уровне физическом, на уровне вашего тела. Или на уровне вашего тела, или в вашей жизни это проявится каким-то образом. То есть ум становится причиной некоторых событий и некоторых изменений в объективном мире. Точно так же, если есть какая-то сила в разуме, есть вдохновение, есть радость, эта радость, эта сила, они просачиваются на уровень тела и просачиваются на уровень жизни. И это видно абсолютно. То есть если человек, обладающий чистым и позитивным мышлением, он присутствует в компании, присутствует где-то в вашей жизни, то в присутствии этого человека ты находишь, что твоя собственная боль, твоя собственная негативность, они размикают, растворяются и исчезают. Поэтому медитация, если говорить кратко, то медитация – это практика ультрапозитивного мышления. Это практика, которая работает с глубинными слоями нашего разума. И поэтому она даёт не просто какой-то косметический ремонт. То есть ты пытаешься себя сделать, приукрасить, сделать себя хорошеньким. Но медитация даёт глубинную трансформацию личности. Не то, что ты решаешь быть хорошеньким, но ты становишься хорошим. Потому что внутри тебя появляется вдохновение, внутри тебя появляется вот эта радость и появляется это чувство гармонии. Поэтому медитация – это мощный, мощный процесс. Ну, на мой взгляд, это самый мощный процесс из всех процессов, которые люди искали и нашли для личностной трансформации. Это процесс, нацеленный на то, чтобы позитивно трансформировать личность и позитивно трансформировать жизнь личности. Медитация – это психическая практика, духовная практика, то есть практика на уровне ума, практика на уровне души, интуитивная практика, то есть в ней задействована интуиция. Ты нацеливаешь радары своего внимания на познание более высокой реальности. И эта практика базируется на принципе – о чём ты думаешь, тем ты и становишься. Вот этот принцип – это золото из всего золота, которое есть в мире. Если вы знаете этот принцип – вы богаты, вы действительно открыли какой-то главный закон жизни. То есть это значит, что наше мышление определяет наше бытие, то есть наше мышление определяет нашу личность и наше мышление в конце концов определяет нашу жизнь. Поэтому негативное мышление даёт негативную личность, в конце концов страдающее тело и в конце концов очень несчастную жизнь. И позитивное мышление ровно наоборот. И медитация – это практика ультрапозитивного мышления. Если разбирать её как технику, то в медитации есть две вещи. Это не какая-то магическая такая вот нечто неосязаемое, это очень-очень научная, очень простая практика. И вот в этой своей простоте она очень эффективна. То есть в медитации присутствуют два процесса. Первый процесс – это концентрация, а второй процесс – медитация. Медитация – значит поглощение идей и трансформация в соответствии с этой идеей. Ну пример привести. Например, вы посмотрели какой-то фильм. И какая-то сцена, какая-то вот идея этого фильма, она сильно вас взбудоражила, она тронула вас, она впиталась внутри вас. Вы выйдете из кинозала той же личностью, которые были или нет? Вы будете другой личностью. То есть всё, что вы поглощаете, те идеи, которые вы поглощаете, они незримо вас преобразуют. Так же и в медитации. То есть в медитации концентрация – это значит управлять своим умом. То есть на данный момент в разуме поднимается большое количество пузырьков, мысли. Идут, идут, идут мысли и абсолютно никакого контроля над ними нет. То есть ум, он такой – куда фига, туда дым. То есть движется, куда ему заблагорассудится. В этом процессе растрачивается огромное количество психической силы. На самом деле ваш разум очень-очень сильный, но эта сила не используется по назначению. Она вся растрачивается вот в этом бессмысленном мышлении. Когда вы практикуете концентрации, вы сосредотачиваете реку своего разума, и она начинает идти мощным потоком. Это как вот если взять линзу и сфокусировать солнечный свет. Сила этой энергии станет такой большой, что она сможет доску прожигать. Точно то же самое происходит с умом. Слабый ум. Казалось бы, человек слабый, нет никакой харизмы в нём, никакой силы внутренней психической. Он не слабый. Энергия в нём есть, но в нём нет концентрации. И вот ты начинаешь практиковать концентрацию, ты чувствуешь, как сила твоя внутренняя, психическая сила твоя растёт. Это один момент. Но концентрация, в основном, с одной стороны, это для концентрации психической силы. С другой стороны, концентрация, она для того, чтобы направлять поток своего мышления в позитивное русло. И вторая вещь медитации – это поглощение идеи. То есть мы выбираем такую идею, которая возвышает разум, которая содержит в себе зёрна всех лучших человеческих качеств, таких как мудрость, любовь, мужество, знания, щедрость, благородство и так далее. И когда ты впитываешь эту идею, она встраивается в твою личность, ты незаметно для себя напитываешься светом этой идеи. И постепенно ты становишься очень ультрапозитивным человеком. Но я здесь, пожалуй, остановлюсь, если подытожить. То есть медитация – это процесс, который работает на глубинном уровне вашей личности. Поэтому он даёт капитальную перестройку личности, не косметический ремонт, а большую трансформацию, большую позитивную трансформацию. Медитация основывается на законе, о чём ты думаешь, кем ты становишься. Поэтому первая часть медитации, она в том, чтобы забыть о том мышлении, которое тебя ограничивает, которое тебя опускает, которое тебе даёт страдания, отключить это мышление, изгладить его, очистить разум от этого мышления. И дальше в концентрации и медитации на максимально возвышенную и позитивную идею. Вот это вот сущность медитации. Теперь освоение медитации. Для вот этого вдохновения мы сделали курс, стартовый курс по медитации. Потом ещё много разных курсов. Курсы принципа гармоничного поведения, потом курс практики приобретения душевной силы, секреты успеха и так далее. Но самый главный курс и самый такой мощный курс – это ваш стартовый курс по медитации. Он идёт пять недель и, пройдя его, вы приобретёте достойное количество знаний, необходимых для выполнения хорошей медитации. Конечно, всё решает практика. Знания – это я только могу поделиться с вами секретами практики, а дальше нужно освоить эти секреты, овладеть ими. Но я думаю, что раз уж вы сюда зашли, у вас есть этот интерес и, попробовав эту практику, вы распробуете её вкус и вы схватитесь за неё и будете практиковать и достигнете трансформации. Если вы находитесь на сайте урокимедитации.рф, то вам нужно просто зарегистрироваться. И если вы находитесь на YouTube-канале, то опять же пройдите на сайт, зарегистрируйтесь, и тогда вам станет доступен курс. Сейчас вот сразу после регистрации становится доступным видео по обучающей практике медитации, технике медитации. И потом каждые три дня открывается новое видео и даётся домашнее задание. И вот за пять недель, я думаю, у нас будет очень вдохновляющее время. Я уверен на самом деле, не думаю, я уверен, я знаю, что это будет одно из самых, пожалуй, самое вдохновляющее время в вашей жизни. Потому что это время начала практики медитации, это начало золотого века в вашей жизни. Ну, конечно, нужно практиковать. Теоретически прослушал, посмотрел. Да, есть какая-то польза, может быть, тоже вы что-то уловите. Но, конечно, нужно самостоятельно практиковать. Медитация – это личная практика. За вас я не могу делать медитацию. Всё, большое спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, мы будем с вами продолжать дружбу. И всё, что я могу со своей стороны делать для вашего вдохновения и продвижения на всех уровнях, я буду стараться делать. Так что рад знакомству ещё раз. Спасибо. Всего доброго.